Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам о судьбе и творчестве Любови Полищук, советской и российской актрисе театра и кино, певице, театральном деятеле и педагоге. Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске, отец работал строителем на железной дороге, родом из донских казаков, мать Швея. Люба с детства мечтала стать артисткой, любила танцевать и петь, из-за слишком высокого роста ее не приняли в балетную школу, и тогда она записалась в школьный хор, став его солисткой. После окончания школы Любовь Полищук поехала в Москву поступать в театральный институт, но опоздала на вступительные экзамены. Вернувшись домой, работала в Омской филармонии. Позднее вместе с группой артистов филармонии поступила во Всероссийское творческое училище эстрадного искусства при Росконцерте, разговорный Жанну. После того, как руководитель Омской филармонии Юровский стал директором Росконцерта, он пригласил в Москву нескольких омских актеров, в том числе Валерия Макарова и Любовь Полищук. Она стала артисткой московского мюзик-холла, где, в частности, играла главную роль в спектакле «Красная стрела прибывает в Москву». Монолог Полищук для этого спектакля написал Михаил Жванецкий. В 1979 году Любовь Полищук перешла в труппу Московского театра «Миниатюр», где проработала семь лет. В 1985 году заочно окончила актерский факультет ГИТИСа. С 1989 по 1995 годы работала в театре «Школа современной пьесы», параллельно с начала 90-х годов активно участвовала в проектах частных московских театров и антреприз. В кино Любовь Полищук дебютировала в 1974 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Скворец и Лира». Известность пришла к Полищук после премьеры телефильма «12 стульев» в 1976 году, в этом фильме был эпизод, в котором она танцевала танго с главным героем в исполнении Андрея Миронова. Однако после съемок в «12 стульях» советское начальство объявило лицо актрисы Полищук не советским, запретив снимать ее в главных ролях. После этого Любовь Полищук несколько лет снималась только в эпизодах, хотя нередко запоминалась зрителю не меньше, чем главные герои. Так, после съемок в фильме «Моя морячка» героиню Полищук, разбитную отдыхающую многие цитировали и копировали. На экраны выходят фильмы с участием Любови Полищук, 31 июня, Дуэния, Приключения принца Флоризеля, Вавилон 20, тот самый Мюнхгаузен, только в мюзик-холле, которые полюбились массовому зрителю. И если в более ранних картинах Любовь Полищук представлена больше в комедийном амплуа, то в фильмах «Отпуск за свой счет», «Тайны черных дроздов», «Если можешь прости, Змеелов», она играет серьезные образы, глядя на которые задумываешься о нелегкой судьбе ее героинь. Во времена «Перестройки» вышли на экраны фильмы «Интердевочка», «Любовь с привилегиями», «Бабник», «Третий не лишний» и «Любовь Полищук» вновь стала одной из востребованных актрис. Актриса была дважды замужем. В 1967 году вышла замуж за актера Валерия Макарова, которого знала еще по совместной работе в «Омичах» на эстраде, в этом браке родился сын, актер Алексей Макаров. В 1976 году Любовь развелась с мужем. Первые годы жизни в Москве Любови Полищук дались нелегко, она ютилась вместе с маленьким сыном Лешей в съемной квартире. Часть детства Леша провел в интернате, куда мать вынуждена была его отдать. В 1984 году второй раз вышла замуж за художника Сергея Цыгаль, на этот раз брак оказался удачным, в этом браке родилась дочь Мариэта. В 2000 году Любовь попала в автомобильную аварию, после травм, полученных в этой аварии, играла на сцене в ортопедическом корсете, находилась на лечении в Израиле. Вернувшись в Москву в начале марта 2006 года, продолжила съемки в «Моей прекрасной няне» последней своей роли. Это была юмористическая роль, и для Полищук она стала своего рода профессиональным подвигом. К тому моменту Любовь Григорьевна была уже тяжело больна. Последние месяцы жила на сильных обезболивающих препаратах, и ушла из жизни 28 ноября 2006 года. В 1978 году Любовь Полищук была удостоена первой премии Всероссийского конкурса артистов эстрады, где читала монологи Михаила Жванецкого. Лауреат приза кинофестиваля в Сан-Франциско за лучшую женскую роль в фильме «Любовь с привилегиями». Лауреат театральной премии «Чайка» в номинации «Самая красивая и стильная актриса» 1999 года. 26 мая 2016 года в Москве установили мемориальную доску на доме номер восемь по большому казенному переулку, где Любовь Полищук жила в последние годы. Дорогие друзья, спасибо большое всем вам за внимание к моим видеороликам и оценку моей работы. Желаю удачи, благополучия, взаимопонимания и поддержки ваших родных и близких. Субтитры создавал DimaTorzok